Добрый вечер, друзья! Вечер среды, а значит, в эфире программа Финоугория. Значит, мы снова будем знакомиться с удивительными людьми финноугорских регионов, узнавать из первых уст самые интересные новости наших родственных народов. Общественный городской транспорт, самолет, международная космическая станция. Вот лишь несколько из пяти тысяч площадок, где пишут «Большой этнографический диктант». В этом году диктант писали во всех 85 регионах России. Итоги будут подведены к 27 ноября. В Сыктывкаре пытались узнать тайну лунного камня посредством современного финно-угорского кино. Фильм «Георг» совместного производства Эстонии, Финляндии, России. Фильм «Электричество» Удмуртии. И, наконец, эстонская картина «Лотте» и «Тайна лунного камня». Это малый список работ, что были представлены на суд зрителей. На сегодняшний день кино является одним из самых ведущих направлений искусства. Но при этом в финно-угорских регионах ни в Коми, ни в Удмуртии, ни в Мариел не готовят кадры для этой работы. Чтобы переломить такую ситуацию и включить зеленый свет для финно-угорского кино, венгерский кинорежиссер рекомендовал организовать в Коми курсы для молодых авторов и создать фильмы с английскими субтитрами. Следуя этому совету, свой новый фильм «Коми. Наследники древних традиций» Финно-угорский культурный центр Российской Федерации, что находится в Сыктывкаре, выпустил с английским переводом. Но это документальный фильм. Возможно, дождемся и художественный. Недавно в интернете опубликовали видео бегущей лисы у торгового центра в Сыктывкаре. Это была почти сенсация. Сыктывкарцам было о чем поговорить. А вот в Мордовии лисы – это обычное дело. В начале ноября здесь даже отмечают День лисы. Именно это животное здесь любят. Оно даже стало символом республики. В последнее время популярность Мордовской лисы растет. Мордовский лис – это проект художника-иллюстратора Людмилы Селдушевой. Рисованный лисенок стал своего рода блогером, который рассказывает своей аудиторией об интересных местах республики, знакомит с национальной культурой. Мордовский лис из мира виртуального переходит в мир реальный. Большой популярностью пользуются кружки, открытки и другие сувениры с его изображением. А для того, чтобы познакомить жителей и туристов с Саранском и его достопримечательностями, художница создала настольную игру. Главным героем которой стал полюбившийся персонаж. Вообще символ Мордовии на улицах Саранска можно встретить довольно часто. Неподалеку от музея имени Эрзии даже есть лисий мост. А в Ижевске знают. В здешнем холле Дома дружбы народов открыли футовыставку. Она так и называется – бессермяне. Она посвящена этому малочисленному народу. Согласно результатам переписи 2002 года, их численность в Российской Федерации – 3122 человека. И почти все проживают в Удмуртии. У нас всего две деревни, где компактно проживают бессермяне – это Тылыс и Шамардан. Существуют туристические туры, куда могут приехать туристы, познакомиться с традициями, обычаями бессермян, провести какие-то обряды, приготовить еду традиционную. Идея проекта возникла в процессе работы над одноименным документальным фильмом, который выйдет на экраны зимой. В экспозиции представлено 45 фотографий, отражающих повседневный уклад бессермянской деревни. Попробуйте по лицам бессермян разглядеть их в туманное прошлое. По исследованиям ученых, этот народ, говорящий на особом диалекте удмуртского языка, оказывается, генетически сближается с тюркскими народами Южной Сибири. Пути народов неисповедимы, но всегда интересны. В Эстонии состоялась промежуточная конференция финногорских народов. Финногорские языки и культура – лучшие практики. За привычно дежурным и даже скучным названием могут быть скрыты интересные спичи и спичрайтеры. Несомненно, одна из таковых – Виктория Габова. Нужно говорить со своими детьми на родном языке. Мы живем в век урбанизации, когда большинство людей перебираются в город. Важно, чтобы родные языки развивались в городской среде. Ну, давайте начнем изучать свои языки прямо сейчас. А в нашей передаче мы добавим свою лепту в «Общее благое дело». Рубрика «Финногорья. Общий корень». Альгароба, урундай, кебрачо. Вы знаете, что это такое? Кстати, я тоже до этого не знала. Оказывается, это породы деревьев. Их знаменитый скульптор Степан Эрзя привез в Россию в конце 50-х прошлого века. Зачем? Сейчас узнаем. Степан Дмитриевич Нефедов. Выдающийся художник, воятель, представитель стиля модерн. До всему миру он известен под псевдонимом Эрзя. Эрзя – этническая группа в составе мордовских народов. То, что мастер назвал себя именем своего народа, свидетельствует о глубоком уважении и любви, которое он испытывал к малой родине. Родился Степан Эрзя в 1876 году в мордовском селе Баево. Свою трудовую биографию Степан начал с работы в иконописных артелях. Затем он закончил Московское училище живописи вояния и зодчества. С 1906 года скульптор начинает самостоятельно работать. В это время формируется его художественная индивидуальность. Имя Эрзи прозвучало впервые в 1909 году. Его скульптура «Последняя ночь осужденного перед казнью» стала гвоздем венецианской выставки. Затем последовали художественные выставки по всей Европе. После этого 23 года Степан Эрзя жил и работал в Аргентине. Именно там произошло главное событие в жизни художника. Он нашел свой материал – деревья породы Альгароба, Урундай, Кебрачо. Они покорили художника экзотической красотой, фактурным богатством, плотностью. В 1950 году скульптор покинул Аргентину и вернулся в Россию. Он привез с собой более 200 своих работ и несколько тонн дерева. Из нового материала Эрзя создал серии портретов исторических личностей, мифологических и этнических образов. В каждом он раскрывает определенный характер, душевное состояние и настроение. Эрзя ушел из жизни в 1959 году в своей мастерской за работой. Мастер поместил человека, его душу и чувства в центр своего искусства, поэтому его творчество будет притягательно во все времена. В Национальной библиотеке Республики Куи прошла встреча со шведским путешественником и журналистом Кеннетом Микко. Известен он тем, что некогда совершил путешествие по нашей республике на мотоцикле и написал об этом книгу. Целью книги было представить наш северный регион в широкой публике за рубежом. Книга Кеннетом Микко «Дорогами Пармы» вышла 15 лет назад. Она стала одним из первых популярных изданий о коме за рубежом не только благодаря красивым фотографиям, но и одной странности, которой прибег автор. Все его странствия совершались на поддержанном мотоцикле «Ишпланета-5». Кто-то вспомнил, что есть такой город Ежевск, и там производят мотоциклы, как раз для наших северных условий и плохих дорог. Мы уцепили за эту идею и решили, мы будем путешествовать по региону. Я поеду на мотоцикле по коме. Кеннет Микко признается, все эти испытания стоили того, ведь результатом путешествия по коме стала честная книга путевых заметок, где он собирал очерки историков и этнографов, размышления писателей и интервью с людьми разных профессий. Мои друзья из редакции журнала «Арт» предоставили контакты людей из разных районов, в которые я отправлялся. Я с ними общался неформально. Например, я ходил на рыбалку с певицей Любовью Роза. И таким образом все мое приключение было подготовлено. Но, конечно, дороги были ужасные. Сейчас Кеннет Микко работает над новым проектом – «Книга о философах Русского Севера». Это будет антология. Первая часть практически готова. Собирая данные о философии Арктического региона, журналист сотрудничал с университетами из Коми-Архангельска, с Коми-научным центром. Средства массовой информации могут давать любую картину происходящему, любые образы наших стран. Сейчас, когда растет напряжение между Россией и Евросоюзом, я уверен, что мы должны снижать его вот такими реалистичными проектами о республике и о других регионах. Во все времена украшения одежды, белья, домашних аксессуаров кружевом считалось верхом изысканности. Девочки из фолк-группы кружева тоже являются образцом изысканности. Кстати, пермская группа стала победителем в первом всероссийском конкурсе «Колыбельные для всей семьи». Предлагаю насладиться их творчеством. Обещаю, не уснете! Песня «Колыбельные для всей семьи» «Обеды для всей семьи» Субтитры создавал DimaTorzok Видео Колян, Пиногория!